Вы смотрите MarketWatch Это краткий обзор главных событий мира финансов. Несмотря на то, что ФРС планирует снижать ключевую процентную ставку в этом году трижды, как и прогнозировали ранее, есть риск коррекционного снижения. Дело в том, что инвесторы могут продолжить фиксировать прибыль в преддверии публикации базового ценового индекса расходов на личное потребление. По сути, этот индекс отображает реальное изменение инфляции в США. Но дело в том, что этот релиз запланирован на пятницу 29 марта. В этот день весь католический мир будет праздновать Страстную пятницу, следовательно биржи будут закрыты. Приближение длинных выходных, во время которых будет опубликован столь важный для Федрезерва отчет, может стать веской причиной для закрытия длинных позиций. Речь как о ключевых фондовых индексах, золоте, так и о рынке криптовалют. Вероятнее всего на протяжении недели рынок будет получать бычи сигналы, в том числе от представителей ФРС, но общий прогноз умеренно пессимистический. Тем не менее речь не идет о смене тренда, хотя риск формирования глубокой коррекции остается высоким. Также не следует исключать общее охлаждение рынка и формирование боковиков. Опять-таки, это касается фондового рынка, золота и криптовалют. Сегодня в США будет опубликован февральский отчет по изменению количества продаж нового жилья. Даже незначительный рост этого показателя для фондового рынка, а также доллара США. Увеличение количества продаж на рынке жилья является очень важным показателем здоровья экономики. Он является одним из ключевых драйверов для многих сфер бизнеса, следовательно, имеет огромное влияние на настроение инвесторов. Но даже превышение прогнозируемого значения вряд ли завершится значительным ростом ключевых фондовых индексов США, скорее удержит продавцов от снижения. А в завершении поговорим о рынке криптовалют. После обновления исторического максимума, который был установлен в конце 2021 года, биткоин скорректировался, но спрос у ключевого уровня поддержки остается устойчивым. Речь об отметке в 60 тысяч долларов, прорыв ниже может спровоцировать более мощную волну распродаж. Примечательно, что альткоины находятся в зоне повышенного риска. Поэтому их темпы снижения, в случае реализации медвежьего сценария, могут превысить скорость обвала биткоина. На этом у меня все. Внимательно следите за новостями и будьте готовы ко всем сюрпризам рынка.